Мамбл Рэп Друзья, сейчас огромная шумиха, связанная с выходом новых айфонов. И пока все это обсуждают, я хочу поговорить о том, как же на этих технологиях можно заработать. Есть такие ребята из компании FTC, которые знают, куда инвестировать. В искусственный интеллект, нейросети и различные IT-стартапы, получая гарантированный пассивный доход 1-2% в сутки, ни во что не вникая. От тебя требуется просто создать аккаунт на их сайте по ссылке в описании, внести депозит от 100 рублей, выбрать тариф и получать гарантированную прибыль. На данный момент все проверено и работает, убедись в этом сам. Те, кто начал с ними работать 2 месяца назад, заработали за это время с 10 тысяч рублей 20, а со 100 200. В общем, не теряя времени, переходи по ссылке в описании и получай пассивный доход пожизненно. Мода всегда диктовала нам практически все. Что нам слушать, как одеваться, на какой машине ездить, чем питаться и даже на каком сервисе смотреть ролики. Ой, простите, не то. Как бы сильно мы не пытались себя оградить от моды, мы так или иначе всегда будем являться ее заложниками. Например, большинство девушек начали носить вот такие завышенные джинсы, причем даже и те, кому эти джинсы совсем не идут. Все потому, что в последнее время во всех средствах массовой информации все чаще попадали знаменитые люди именно в такой одежде. Ваши любимые блогеры, артисты, музыканты и телеведущие все чаще стали носить джинсы с высокой талией. И сами того не понимая, вы, как и многие другие, преклонились перед модой. Причин, почему мы все следуем моде, несколько. Одна из них, пожалуй, самая очевидная, это... Стадное чувство. Да, человек, несмотря на свое божественное происхождение, ничем не отличается от животных. Ему не чужды искренние чувства и стадный инстинкт один из них. Как бы мы не пытались показать себя самодостаточными людьми с критическим мышлением, так или иначе мы всегда будем зависеть от мнения большинства. И если большинство будет иметь характерный вид поведения или мнения, вы, скорее всего, будете стараться подражать этому большинству, чтобы быть частью этого сообщества. Когда-то давно это чувство спасло наш вид, потому что именно в стае человек чувствовал себя более безопасно. Также и сегодня, относя себя к какой-то социальной группе лиц, нам кажется, что мы так более самодостаточны. Когда ты чувствуешь себя частью какого-то сообщества, ты чувствуешь себя более защищенным. Да, это жестко. Стадное чувство можно назвать естественным влиянием моды. Однако, помимо естественного влияния, есть и намеренное, искусственное. Производители крупных брендов тратят огромные бюджеты на создание имиджа компаний и продукции. Не менее крупные суммы тратятся на рекламу. Если посмотреть рекламу, вы заметите, что люди, которые пользуются рекламируемым товаром, как правило, богатые и успешные. Если семья ест майонез, то в ней все счастливы. Если рэпер носит гуччи, то у него много денег, дорогая тачка и от девчонок нет отбоя. Глядя на то, как какой-то успешный, богатый человек использует какой-то крутой бренд, мы, естественно, тоже хотим быть как он. И, сами того не понимая, стремимся ему подражать. Где-то в глубине разума ты сидишь и думаешь, «Ммм, я точно буду с этими часами гораздо солиднее». И, возможно, именно они являются ключом к успеху. Возможно, именно поэтому тот мужик в дорогом костюме летел бизнес-классом и поглядывал на эти дорогие часы в рекламе. Мода приходит к нам от богатых и успешных людей, и мы в попытке им подражать стремимся купить их вещи, скачать их приложение и попробовать их еду. «Эй, смотрите, у меня кепка как у Тимати!» «Куда деньги на лечение скидывать?» Но иногда бывает так, что что-то становится модным по случайности. Например, прически, которую сегодня так любят носить все подряд, как раз яркий тому пример. Никто не рекламирует прически, просто многие популярные люди стали ее носить, а лидеры мнения порой могут много чего навязать обществу, сами того не понимая. Да, от моды никуда не уйти, и она нас преследует постоянно. Но далеко не всегда модные вещи бывают бесполезными. Например, иногда бывает так, что какая-нибудь цифровая техника становится мега популярной, потому что срабатывает та самая формула «цена плюс качество». То есть, как правило, этот товар, который зарекомендовал себя долговечностью, удобством и хорошей работой, и в то же время стоит он сравнительно недорого. Таким образом, люди начинают покупать один за другим, и ты видишь, что все берут именно это, и берешь себе тоже, потому что, как бы, в этом производителе ты уже уверен, потому что многие твои друзья пользуются точно такими же приборами. Я бы мог сейчас что-нибудь показать из компьютерной техники, но боюсь, что эксперты засрут просто все комментарии своими обзывательствами. Поэтому, пожалуй, тему техники мы обойдем стороной. В качестве примера лучше приведу вам электронные сигареты. Уж тут-то, я надеюсь, споров не будет. Было так с электронкой от Wismac RX 2 на 3. Мод оказался недорогим по сравнению с другими, но в то же время неубиваемым и универсальным. И таким образом он пользовался популярностью даже тогда, когда на рынке электронных сигарет давно уже появлялись электронки лучше и дешевле. Некоторые вообще по сей день эту RX угоняют и вообще не парятся. Но сейчас я хотел бы рассказать, почему я презираю моду, и почему мне противно от того, что я периодически сам иду у нее на поводу. Главное, за что я ненавижу моду, это ее ложь. Люди зачастую пренебрегают своими истинными вкусами и стремятся слушать, есть и одевать то, что модно, а не то, что им хочется носить, есть, слушать и все остальное. Так, например, у малолеток сегодня очень модно слушать летово, хотя 99% никогда не поймут его поэзии. Но просто это круто, это андеграунд. Я прям белая ворона, когда его слушаю. Действительно, надо бы врубить еще, показать всем, что ты ценитель высокой поэзии. Это вам не это. То же самое было году так в 2016, когда все повально все слушали джаз, и все вдруг резко стали ценителем этого жанра. Хотя на деле 90% не понимали этой музыки, им было бы на самом деле скучно его слушать. В 2017 все повально стали читателями, и все носили с собой какую-нибудь книжку типа Булгакова, чтобы выглядеть умно. Начали таскать эти нелепые очки, красить губы черной помадой. Сегодня все красят волосы в разный цвет. Причем большинству эти разноцветные волосы совсем не к лицу. Но они это делают только потому, что это модно. Не подумайте, что я осуждаю этих людей. Я сам такой же. Но просто прикол в том, что именно за это я моду и не люблю. Мы часто делаем то, что нам на самом деле даже и не нравится. Но вынужден это делать только потому, что хотим быть причастны к той или иной социальной группе. Подростки нулевых отлично сейчас вспомнят, что в то время, когда стали популярны эммобои и всякая остальная шушера, очень много появилось всяких эммобоев и эмотелок. Они просто одевались так потому, что так модно, но на деле они никоим образом не относили себя к этой культуре, потому что нихрена в ней не шарили. Таких обычно называли позерами. И вот это позерство из года в год меняется, но тем не менее продолжает существовать. В будущем станет модно еще что-то, и появятся новые позеры, которые будут это все носить, одевать, слушать, петь, говорить, только потому, что это будет модно. И вот благодаря этому позерству есть и вторая причина, по которой я ненавижу моду. Мода это жесткое разводилово. Вы когда-нибудь открывали женские журналы или каталоги или каталоги? Как ни скажи, вы все равно будете меня исправлять. Не суть. Откройте женский журнал и почитайте, сколько там говна впаривается как тренды. Причем зачастую вещи продаются по заоблачным ценам, только потому, что они преподносятся как модные. А что вы хотели? Хочешь быть успешным, покупай дорогие вещи. Ведь успешный богатый человек из рекламы именно поэтому ее и носил, потому что может ее себе позволить. Моразм порой доходит до такого абсурда, что идиоты готовы платить за обычный мать его кирпич тысячу долларов. Мне кажется, это вообще бред. Под видом необычности, оригинальности и уникальности людям впаривают полнейшее дерьмо за бешеные деньги. И выходит, если ты тупое быдло, которое мелочно считает этот материал, считает все эти стебестоимости и думает, что он покупает какую-то тряпку, а не высокое искусство, то тебе никогда не понять моду. И я, видимо, отношусь к их числу. Ну, в смысле, я, видимо, быдло. Потому что я никогда не куплю кирпич за тысячу долларов. Даже если у меня будет 100 миллионов долларов, мне все равно ни к чему он. Что ж, таково мое мнение обо всем этом. Надеюсь, что у вас есть свое мнение, которым вы поделитесь в комментариях под этим видео. Потому что топ-5 комментариев, как правило, попадают в следующий ролик. Сейчас вы, например, видите 5 счастливчиков из предыдущего ролика. А пока ты их видишь, быстро напомню, куда нужно подписаться. А подписаться нужно на мой лайв-канал, на мой инстаграм и на нашу группу ВКонтакте. Все ссылочки я непременно оставлю в описании. Тыкай вот сюда, чтобы подписаться на мой канал, и вот сюда, чтобы посмотреть интересный видосик. На этом у меня все. Спасибо, что смотрите Жирного. Увидимся на стриме в выходные. Пока!